всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня будем готовить вкусную сочную мясную бастурму для этого нам понадобится свиная вырезка у меня тут кило 300 можно в принципе взять любой кусок очищаем наше мясо от шкурочки пленочки сверху меня уже готовая в принципе сверху немножко есть сало на это сало оставляем берем садочек и усыпаем на дно садочка хорошенько солью не жалеем и ставим туда наше мясо сверху также насыпаем хорошенько соли не жалеем мясо возьмет столько соли сколько ему надо я взяла вот такой большой кусок мяса но вы можете взять в принципе любую часть свинина и отправляем все это в холодильник на ночь на второй день достали смотрите осталась вот такая вода от юшка такая от мяса это воду мы все сливаем вместе с солью вот этой стороны где была у нас соль укладываем на дно и сверху опять посыпаем солью это у нас получается уже второй раз мы засыпаем солью хорошенько опять не жалея и опять поставим наше мясо в холодильнике на ночь так мы делаем два дня а на третий уже начинаем мясо готовить всем привет вот наше мясо сегодня третий день мы будем его доставать будем смывать полностью с него соль и сушить вот мясо мы промыли и теперь будем его сушить тем временем будем готовить смесь для нашей бастурмы для смеси нам понадобится пожитник это главный ингредиент для бастурмы я беру его на развес тут 50 грамм мускатный орех черный перец молотый корианд имбирь молотый красный перец и смесь приправы для мяса берем наши специи в соотношении указаны на экране и перемешиваем между собой создаем такую кашицу также я взяла одну свеклу натерла ее через терку выдавила сок медиета миллилитров 50 и добавляю сюда в эту кашицу вместо свекольного сока можно также добавить добавить гранатовый сок лавит яркости нашему мясу также берем воду это должен быть не кипяток но вода должна быть достаточно горячей 50 60 градусов и наливаем нашу мисочку делаем такую кашицу вода горячая для того чтобы все наши специи раскрылись передали свой запах аромат так наше мясо получится более вкусное и более ароматное все тщательно перемешиваем и наша кашица скажем так должна быть и не сильно густая но при этом она не должна растекаться чтобы хорошенько размазать помазать наше мясо берем наше мясо смотрите она хорошо вся влага вышла просушилась и теперь берем и обмазываем ее со всех сторон и хорошенько натираем прям вот так вот массируем руками наше мясо делами и так массаж чтобы все специи проникли в слои мясо в она хорошо пропиталась было вкусным и очень ароматным также готовьте в хорошем нас хорошенько все намазываем размазываем нашим мясом со всех сторон и оставляем мясо где-то на полчаса на часик при комнатной температуре чтобы наши наши специи немножко затвердели превратились такую корочку после того как прошло полчаса мы берем наше мясо и накрываем укутываем скажем его в бинте если у вас нету бинта под рукой то можно взять просто бумагу для выпекания тоже все это хорошенько завернуть это абсолютно никак не повлияет на качество мяса такое мясо готовится три недели можно и больше но не меньше хранить его надо или в холодильнике в подвешенном состоянии или в на балконе или еще в каком-то месте где в принципе достаточно холодный воздух воздух 57 градусов и хорошая вентиляция чтобы наше мясо получилось вкусным я завязываю его и буду подвешивать у себя во флигеле там где никто не лазит и достаточно прохладный воздух прошло три недели достаем наше мясо сейчас посмотрим что у нас там получилось хочу сказать что это мясо очень вкусное его можно кушать как на бутерброды с чаем с пивом очень вкусно и также его можно просто нарезать на стол и он украсит любой праздник потому что это очень вкусно это очень натурально это домашнее мяско готовленная с любовью с теми специями которые в принципе вы любите и хотите смотрите какой цвет просто супер если его оставлять еще больше чем на три недели то цвет получится еще более темным вот нарезанном состоянии она просто супер выглядит это очень вкусно очень ароматно и поверьте все гости будут просто в восторге от такого мяса всем приятного аппетита и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить самое интересное всем пока пока а и и